Вика моя последняя надежда, только она может доказать панке, что мы на самом деле были в реальной жизни. Поверить не могу, кажется я на пороге великого открытия, мне бы теперь потренироваться немного, и тогда бы я смогла бы делать экскурсии в реальную жизнь и обратно. Ой, ну кто там стучит? Братишка, открой дверь, а то я очень занята. Хм, как будто бы я не занят, если что, моя работа мне деньги приносит, а Вика вообще непонятно чем занимается. Привет, Витча. Ой, Мария, ну надо же, ты чего это, мириться ко мне пришла? Нет, Витча, я не мириться пришла, я вообще не к тебе, а к твоей сестре. А вот оно что, ну ясно, Вика, это к тебе, лучше бы я вообще ей двери не открывал, только настроение испортил. Ой, это что Мария ко мне пришла? Интересно, ей не нужно больше случайно в реальную жизнь вернуться, ну чтобы я потренироваться на ней могла. Привет, Вика, у меня к тебе очень срочное дело есть, мне нужно, чтобы ты панке доказала, что мы были в реальной жизни. Да неужели, а я вот как раз думала, кого бы мне в реальную жизнь отправить? Да нет, ты не поняла, его не нужно отправлять в реальную жизнь, мне нужно, чтобы ты просто рассказала ему о том, что было на самом деле. Ой, да ты что Мария, никто не поверит в реальную жизнь, пока сам там не окажется. Ты так думаешь, а как ты собираешься отправить его в реальную жизнь? Я новое заклинание нашла, можно быстро отправиться в реальную жизнь, а потом быстро вернуться обратно. В самом деле, Вика, ты даже не представляешь, как бы ты мне помогла. Что-то я не понял, Вика что, Марии помогать собралась? Ну нет, я скажу ей, чтобы она даже и не думала ничего делать, чтобы их с панке помирить. Эй, Вика, вы с Марией так громко разговариваете, что мне вообще-то все слышно в моей комнате. Ой, ну ладно, извини, братишка, мы будем потише. Да, я не об этом, я тут случайно услышал ваш разговор и хочу предупредить тебя, чтобы ты даже и не думала помогать Марии с этим панке. Эй, да ты что, Витчи, а это еще почему? В самом деле, Витчи, это вообще тебя не касается. Да еще как касается, ты из-за этого панки со мной встречаться не захотела. Да ну и что, Витчи, между прочим, это из-за тебя панки на меня обиделся. Обиделся? Вот и хорошо. Хорошо, а ты, Вика, имей в виду, будешь Марии помогать, я тебе вообще деньги давать перестану. Эй, да ты что, Витчи, как это ты мне деньги давать не будешь? Мария, ты слышала? Я ничего не смогу для тебя сделать. Ну подождите же, Витчи, а почему бы тебе с Рейнбоу не начать встречаться? Я знаю, что ты ей нравишься. Да Рейнбоу вообще обиделась на меня, она думает, что кроме тебя мне вообще никто не нужен. Ну а если я помогу тебе с Рейнбоу помириться, тогда ты разрешишь, Вике, мне с панке помочь? Да нет уж, спасибо, с Рейнбоу я сам как-нибудь разберусь. А ты, если не хочешь со мной встречаться, вообще больше к нам не приходи. Ну надо же, я не думала, что Витчи такой окажется. Вика, а может быть ты поможешь мне, а мы ему ничего и не скажем? Да ты что, Мария, Витчи все равно узнает. Я не могу так рисковать, ты слышала, он мне деньги давать перестанет. Ладно, Вика, я все поняла. Не думала я, что ты вообще ничего не решаешь. Да ладно, Мария, не обижайся, может быть Витчи еще передумает. Сейчас помирюсь с Рейнбоу на злой этой Марии, пускай она вообще одна останется. Она еще пожалеет, что встречаться со мной не захотела. Да, я уже выхожу, Биби, через полчаса буду у тебя. Ой, Витчи, ты подожди, Биби, я тебе перезвоню. Привет, Рейнбоу, ты куда торопишься? Хочешь, я тебя подвезу? Нет уж, спасибо, я как-нибудь на автобусе доберусь. Да чего это она такая обидчивая? Подумаешь, там заставил ее под машину лезть, чтобы Мария ее не увидела. Но давно уже пора перестать на это обижаться. Из-за кого Витчи меня принимает? Он что думает, я не понимаю, что ему только Мария нужна? Эй, Рейнбоу, вот ты где. Ну давай поговорим, я же просто извиниться хочу. Я понимаю, что был неправ. Да что тебе нужно, Витчи? Иди уже к своей Марии. Для чего вообще я тебе нужна? Да с Марией мы не встречаемся уже, если хочешь, сама у нее об этом спроси. А вот оно что, значит с Марией поругался и сразу про меня вспомнил, не буду я с тобой мириться. Ты что думаешь, ты такая одна единственная? Да я если захочу, то я любой девчонке могу понравиться. Ну так вот и иди к этим другим, оставь меня уже в покое, наконец-то. Ах, вот оно что, ну хорошо, только ты запомни, что ты сама мне это сказала. Что-то я не поняла, куда это еще Витчи пошел? Ой, смотри, Сплейтерс, какой мальчик симпатичный, сюда идет. Ой, да это же Витчи, я его знаю, у него такая классная машина. Правда? Эх, жалко, что со мной никогда парни на машине не знакомятся. Привет, девчонки, чего скучаете? Хотите, я вас мороженым угощу? Привет, мороженым угостишь? Да как-то неудобно, мы же не знакомы совсем. Ну так давайте познакомимся, я Витчи, а вас как зовут? Ой, а я Сплейтерс, и я очень хочу мороженое. А я Банни, и я тогда тоже мороженое буду. Ну вот видите, как просто познакомиться оказывается, кто из вас какое мороженое будет? Ой, я розовое буду, конечно, если можно. А я тогда разноцветное возьму, мое любимое. Да можно, конечно, берите какое хотите. Ой, спасибо, мне еще никто просто так мороженое не покупал. Да, и мне тоже. А почему ты вдруг решил нам мороженое купить? Да, просто так решил что-нибудь приятное сделать двум симпатичным девчонкам. Ну ладно, мне пора уже, может быть еще увидимся. Ну надо же, Сплейтерс, как ты думаешь, кто ему понравился больше, я или ты? Да я даже не знаю, Банни, я вообще не поняла, для чего он к нам подходил. Ну вот видишь, Рейнбоу, я сразу с двумя девчонками познакомился. Может быть не стоит тебе так долго обижаться на меня, все со мной встречаться хотят. Что? Так это ты что, назло мне пошел с ними знакомиться? Поверить не могу, я даже и не думала, что ты такой негодяй. Эй, подожди, Рейнбо, ты куда? Ты же автобус ждала. Теперь мне Витчи окончательно настроение испортил, никогда ему этого не прощу. Биби, я домой вернулась, не поеду я к тебе, если можешь, сама ко мне приезжай. Ну вот, похоже, я все еще хуже сделал. Эх, ладно, придется мне, наверное, в самом деле Марию просить, чтобы она помогла нам помириться. Подожду, Витчи, возле его дома. Может быть он еще передумает и разрешит Вике мне с Панки помочь. Эй, Мария, ты что не уходишь? Давай иди домой, а то Витчи подумает еще, что я тебе помогала. Да не могу, Вика, я уйти просто так, это все очень важно для меня. Ой, подожди, кажется, это Витчи звонит, алло. Алло, Мария, ты если еще не передумала мне с Рейнбоу помочь помириться, то можешь сделать это прямо сейчас, пока она еще дома. Ну хорошо, Витчи, а ты потом не будешь запрещать Вике отправлять нас в реальную жизнь. Ну, если у тебя получится, то не стану, только учти, Рейнбоу сильно обиделась на меня. Да, для меня это вообще не проблема, можешь считать, что она уже твоя девушка. Ну все, Вика, я сейчас быстренько к Рейнбоу схожу, а потом сразу к тебе, будем новый план разрабатывать. Ну надо же, и как это Мария постоянно так удается добиваться своего? А я считаю, Рейнбоу, что ты зря не хочешь Витчи простить, нормальные парни просто так на дороге не валяются. Может быть он и нормальный Би-Би, но я же знаю, он постоянно будет к своей Марии возвращаться. Это Рейнбоу такая наивная, ей главное сказать то, что она хочет услышать, и тогда она сразу Витчи простит. Ой, кто-то стучит, а может быть это Витчи пришел? Нет, это вряд ли Би-Би, думаю Витчи мне вообще больше никогда не позвонит. Ой, Мария, а ты для чего сюда пришла? Да, я просто хотела с тобой поговорить, Рейнбоу, насчет Витчи. В самом деле, а что ты мне хотела о нем рассказать? Да, я просто хочу, чтобы ты знала, что ты очень нравишься ему, вот поэтому мы с ним расстались. Да нет же, ты что-то путаешь, это ты ему нравишься, я точно это знаю. Да, я раньше тоже так думала, но наши отношения очень сильно изменились с тех пор, как он с тобой познакомился. Ой, Мария, ты извини меня, но я с Витчи больше не общаюсь, я не буду больше мешать вашим отношениям. Да нет у нас больше никаких отношений, и ты лучше позвони ему сама, а то Витчи завидный жених, ты же знаешь, такие как он недолго остаются одни. Ничего не понимаю, и как это Мария сама ко мне пришла? Представляешь, Биби, мне Мария сказала, что Витчи я нравлюсь, а не она. Ну вот видишь, а я что тебе говорила, давай скорее звони ему и мирись. Нет, я не позвоню ему, подожду пока он первый мне позвонит. Да нет, ты что, он первый к тебе сегодня уже даже приезжал, ну же звони, ну не нужно быть тебе такой гордой. Ладно, Биби, ты меня уговорила, не буду я отказываться от своего счастья. Ну что Вика, ты Марии не помогала? Ты смотри, а то я тебе ни одной копейки больше не дам. Да нет, ты что, братишка, ты же сказал мне, ничего я для нее не делала. Вы извините, что я без стука, ну что Витчи, Ренбоу тебе уже перезвонила? Нет, не звонила еще, и вообще-то я не думаю, что она мне позвонит. Да нет же позвонит, я в этом точно уверена. Ой, ну надо же, и в самом деле Ренбоу звонит, алло. О, алло, Витчи, я тут подумала и решила, что была не права, наверное тебе нужно дать еще один шанс. Ну конечно же, Ренбоу, давай сходим с тобой куда-нибудь прямо сейчас. Прямо сейчас? Хи-хи, ну хорошо, тогда заезжай ко мне, а то я так сильно соскучилась. Ну все, хорошо, я уже лечу к тебе, буду через 10 минут. Ну что, Витчи, теперь ты не будешь мешать нам с Викой отправиться в реальную жизнь? Да, делайте что хотите, главное, что теперь мне свою личную жизнь наладить удалось. Хи-хи, ой, ну неужели, наконец-то теперь все станет на свои места. Что, Вика, в следующей серии отправляемся в реальную жизнь? Ну да, Мария, сейчас потренируюсь на тебе, и потом буду всем за деньги экскурсию в реальную жизнь устраивать. Хи-хи, ребята, а вы как считаете, стоит ли мне с Панки отправиться в реальную жизнь или нет? Напишите, пожалуйста, комментарий в нашем инстаграме, а ссылка на инстаграм сразу под этим видео. А еще ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, в следующей серии будет продолжение этой истории.